Сегодня у нас 23 сентября 2018 года. Это село Покровска. Вот мы приехали к Дмитрию Кузнецову в гости. Мир вам. Я вас засниму немножко, ладно? Для памяти. Я не люблю, когда меня снимают или фотографируют. Я Диму засниму. А память его. Слава Богу, да? С Божьей помощью. Ты звал, но пришли? Давай, давай. Даже в унитаз помыл с тобой. Вдруг в туалет захочешься. Если только нас посадишь в унитазе. Нет, вдруг сейчас наведите Света. Так мы не есть пришли. Мы духовно побеседовать пришли. Ну, нам покормить и так, и так. Я Диму лучше сначала принес, а потом у нас. Сейчас, сейчас. Вот у него какой уголок красивый. Ты пока обойди тут. Уголок красивый у него. Христос наверху. Красивый уголок тебе? Ага. Вот это у тебя Библия. Вот это у тебя Библия. Что покажешь? Кеви тует? Ну, как типа это у нас супружеская ложа. Ага. И это молится здесь. А, молитесь здесь, да? Ага. У тебя, думаю, запах ладаного здесь. А, давай. У тебя кодинница даже есть. Низкий кодинница. Что такое? Ну, как бы, почитаешь чё. Ну, ладно, спаси Христос. А кто второй на фотографии? Я. Вон тот. Вот это патриарх. А там кто? Что-то не знает. А это Мефодий? Мефодий. Он действующий епископ. А где именно? В Валопаевский. А, я-то не знаешь. Он не Валопаевский камень. Уже. Угу. Заложим. Угу. 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 Вот ещё я тебе курточку подарил. Не, не, ничего не надо, ты чё. Давай, давай, давай. Дай зиму. Ты чё, какой зима у меня полно всего. Я чё, придумал? Какие тебе ещё купки? Это тебя, это, душеседушный, пушк? Не, 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 мне это всё-всё-всё, всё-всё-всё. У меня полно всего. Да ну и чё, да, ну и чё. Чё зачем он мне? Ну как зачем, да. Отдай нуждающимся. Да чё, чё куполчик? Ну а потом чё, она мне маленькая. у меня все еще не кофе давай посидим давай поговорим за столом что-то говорим кофе не пьет и чай не пьет воды сахар холодный сахар не пьет такого еще далеко на богослужении я вчера на вечернем был там те я на вечернем был я где были сегодня в каком храме то вот да да она увидела игру можно заснять не только не меня к родиму можно пожалуйста снимаем ничего у тебя тут уютно хорошо сделал я люблю на камеру снимать числа с божью помощь и не сейчас где трудишься имиду были на кем-то на железо копает железо копаешь понятно ты марта марта суетишься и забудешь а потом будет это все моё куда я соберут это все да надо хранили все расширять библия к интересно просто его на что налаживаете почитаем чайник евангелия сегодняшний или то что читал то что число подожди какой телефон у нас библии на столе ну дима какое чтение а какое чтение так же написано ну луки читалось вроде да да не про этого читалось про и про женщину как она когда они когда они когда они когда они говорили о съем сам иисус стал посреди них и сказал им мир вам они смутившись и испугавшись подумали что увидят духа но он сказал им что смущаетесь и для чего такие мысли входят в сердца ваши посмотрите на руки мои и на ноги мои что я сам осержите меня и рассмотреть ибо дух плоти и костей не имеет как видите у меня и сказав это показало им муки и ноги когда же они от радости еще не верили и делись он сказал им если у вас здесь какая пища они подали ему часть печной рыбы часть печной рыбы из сотого меда и взяв и ел перед ними и сказав им вот то о чем я вам говорил еще был с вами что надлежит исполниться всему написано о мне в законе моисея о подологах и псалмах тогда отверстием ум к уразумению писания и сказали так написано и так надежало пострадать кристу его с крестностью измертых в третий день и проповеданным быть во имя его покаяния и прощения грехов во всех народах и начиная с Иерусалима вы же свидетели сему я пришлю в обетование отца моего на вас вы же отставитесь в городе Иерусалиме доколе не обретете силы свыше и вышел и вывел их он из города до грифания и подняв руки своим благословим и когда благословлял их стал поделяться от них и возноситься на небо они похоронились ему и взортились в Иерусалим с великою радостью и пребывали всегда в храме прославляем и благословляем Бога аминь а вторую Ивангелие а можно это пока рассудить надо этим пока можно рассудить то есть что там говорилось обречусь силой свыше то есть главный такой момент с нами это случилось нет как-то по себе скажешь случилось ли из того что ты облёкся свыше для проповеди евангелия рождение свыше как хочешь так и называй это рождение свыше если твоя жизнь меняется значит ты здесь рождение свыше а если ты не меняешь духу духовно не растешь как бы нету надо пример привести в чем ты поменялся пример привести то есть прошлый какой-то был прошлый какой-то стал настоящий ты если ты рожден свыше в делах же проявляется на меня вот тысяча пример приведи это они облеклись свыше мы потом увидим да то есть на них сошел дух святой во второй главе деяния даму это видео на апостол и они уже пошли смело пропадает это они боялись даже сидели закрытые то есть что их это не иудей не знали а потом вас смело уже открыто шли даже их побивали камнями все они шли открытым плюс главу даже подставлять подмечек вот есть это такая вера дело когда ты начинаешь меняется у него приходит покоение сам первый шаг богу и все если пока я не есть все начали как бы с ним бишь и даже но мы как-то вроде не хотим грешить до нас вот тут тоже и данный пример да и все видите ли человек это сегодня среда 7 лет и пятница то надо воздержаться смотри смотри дмитрий я еще немножко конкретный задам вопрос покаяние покаянию разница например есть покаяние которое когда-то приводишь ко христу то есть осознание своей греховности прошлой жизни это она происходит раз в это покаяние то есть ты осознанно встал на колени перед богом было ли у тебя такое осознание вот этого страшного греха что-то жил без христа без бога это мог погибнуть вон урагания вот видите я стал я раньше был блудником вам символом не до смеси не берет ним когда ты же это женщинами гулять как я буду хочу ну что такого это же не грех был я не понимал это понимать и все а потом я стал писание то читать и там написано а кто как прелюбодействовал его с камнями закидали я бы у господи а я сколько согрешил то меня уже уже 33 раза можно было убить принять и господь меня берет ничего не знаю и вот я ужаснулся на киа так живу вообще неправильно это сколько я на каждом решу не понимаешь слезы пошли я плачу вот так сам себе наш потом потихоньку начал это стал писание читать а мне начал обличать и я стал в это потихоньку вы с радостью грешить давно справляться кается в этих грехах когда человек кается он же это без они не волосит позором через это перешагнуть не все тут я вот еще как-то храме ну нет у меня как-то упрощение заметил заметил что нет у меня раскаяния приходишь на когда как на исповедь просто бумажкой написал и все осветал это плеще святогорца читать если прочитал от надо чтобы у тебя было раскаяние на перед всем храмом все грехи понимать не так это стыдно сам понимаешь там человек 20-30 воскресная служба и все я перед теми у меня так слезы пошли и нас сам себе набил что я неправильно живу хотя дмитрий было желание поделиться с другими людьми которые не знают христа боги именно это вести с ними каким-то это образом делал то есть как это делал ну прям автобусе едут да и вот там смотрю с человека снег не что он маленько верующий или что-то там как бы издалека начинаешь вот сегодня какая погода слава богу такая похода хорошая там и начинаешь издалека они там вопрос ты ему отвечаешь и все и как бы разговор завязываться а бывает если человек не хочет слушать он сразу говорит ты надоел меня со своим богом и все приходится смиряться и молчишь и больше ничего не говоришь кто слушает тигрит христовый а кто не слушает и нас не христовый ну да то писание говорит да кто от бога тот слушает некоторые они сами даже интересно не сами даже вопроса начинают наши узнаем христиан которую но ты с братом андреем было сколько времени вместе какой-то большой опыт для себя приобрел благовестие на для себя что-то взял на пользу например я вот тоже я вот когда вот кому-то я рассказываю там как у меня уверование произошло во христа то есть брата андрея привожу пример то есть он мне во многом показал пример во первых вместо описания то есть насколько он любит это вывешает вот на стенах особенно вот это мне это очень сильно близко было понравилось я тоже себя думал там увешал потом вот это проповедь евангелие то есть как мод вместе ходили из дома в дом проповедовали ванны то есть с людьми беседовали это мне тоже было большим примером я уже целенаправленно об этом молился и господь дал это дерзновение то что я сам с детства тоже был такой стеснительный мне вот так человеку подойти и сказать что тем более о боге говорить какой-то сказать выпросить на таланту бога это всегда еще дополнить и спросить у него и сами читаешь постоянно регулярно евангелие таки не прочитал от начала до конца какие-то просил я послушал прослушала да но я тебя просил прочитать но евангелие это евангелие ты давай что свежий да да нет нет сверху кого ты начинаешь июли и я тебе когда еще раньше просил дима прочитай хоть раз библию от начала возле и до конца не прослушать прослушать это хорошо но надо еще и глазами посмотри пусть смотри я тебе ничего не толкование чтобы они понимать я там не стыд я же не могу толковать и марте и толковать ты прочитай говорю тебе просто опять не делать один раз я возьми себя за правило дима возьми себя за правило возьми вот можно даже сегодняшний вечер сядь и начинай с бытие с первой книги и попутно так вот и я делаю как мне посоветовали святые цель как и найти вот я читаю начинаю с первой книги где пока иду ветхий завет я прочитываю минимум три раза новый за успевать и возвращаюсь снова то есть одновременно это делать но надо прочитать от начала до конца ты должен выстроить себе картину бытие то что господь нам оставил своем писании чему мы должны верить да не отходите книга закона тусту их на получайся в ней день и ночь дабы в точности исполнять все что в ней написано когда ты будешь успешен путевках и будешь поступать благо разумно иисус навин 18 никакой учения не для себя ищем день и заниматься будешь заниматься постоянно и повторить не себя себя до сердца слушать тебя между прочим я тебе совет отдавал что ты выписал четко ясно тоже меня тоже справился верой тимофея 416 и много такие писания как новорожденные младенцы возлюбите чисто словесное молоко дабы от него возрастимого спасения петра 22 иван глядя на 539 тоже исследуйте писание было думать через них иметь жизнь вечно они свидетельствуют а мне все христи 2 петра 1 10 посему братья более более твердо делайте ваше звание избрание так поступаю никогда не приткнетесь и в эти все писания нас научают что как надо любить слово божие так вот и надо вот эту картину тебе увидеть когда ты ее прочитаешь от начала до конца ты увидишь эту полную картину пол не часть картины а полную картину ты видишь то есть для тебя будет немножко больше чудо открытых гостом а теперь ты урывками там почитал там почитала у тебя полной картины таки не воспроизводится понимаешь как не увидишь ее никогда начни начни вот сегодняшнего я интерес я интересно читал когда первый раз тоже решила от корки до корки библию прочитать и там есть такая книга параллепоменон называется но там часто перечисления всякие разные цифровые идут я взял пропустил тяжелый как бы как я раз пропустил эту книгу прихожу как-то володю пищику даже там 2 2 книги то володя вот так вот так вот он готовит как ты считаешь и да вот говорю параллепоменон что-то мне не понравилось игры взял в сторонку их отложил другие начал там читать даже последует много так не годится лет на читать так сразу все и точно я начал читать а там события оказывается указывается я-то думал там просто числа перечисления там другие события указывается дополнительно такие да там много чего там до одного него его только тебе все откроется все как ты все это понимать это не важно просто ты усилия приложишь для познания священного писания просто ты займешь себя чем-то хорошим это полезно и для тебя и для времени для спасения всем будет полезно чтобы ты услышишь снова что-то тебе останется в сердце что-то новое что ты понесешь другим людям будешь говорить о том событие который ты еще не слышал и не читал а это это событие кого-то обернет и повернет в покаяние мы не знаем бог знаю вот сегодня сестра она задала один вопрос я на занятии сейчас муж там перекопал ей там всех грядки там с цветами это все убил там цветы и все и разозлила она там выбежала там хотела натворить делу что ты натворил что ты мой труд там это все испортил а может этим он мы немножко так далее как понять не знаем может так может не так мы сами не знаем бог знает а может этим господь тебе показать что ты так увлеклась своими цветами что о духовном а спасение уже давно забыла займись чтением библии библии и евангелия а чем отличается нового завета и послание апостол ничего не его не его на его мечты его не евангелие че такое помогает добрый весь самая 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 добрая весь о чем кто пришел на землю важно что все писание бога вдохновенно и все если здесь все вот эти книги сколько книга в библии 77 книг говорит о каком главном герое приводится к христу все приводится к христу то есть вот и человеку то надо в жизни человеку то человеку то надо неверующему человеку услышать о христе и так вера это слышание слышание слова божьей 10-17 то есть человеку надо донести это слово но потом надо поливать потом надо его окучивать потом на него еще все делать делать эту почву потому что почву она уже засохшим почву притоптана и чтобы ее приготовить к ворову плодородной почву сделать надо много усилий то есть надо заниматься с этой душой но первое мы должны посеять посеять и возрастает бог бог будет уже определяют послёт нужных людей которые еще что-то донесут еще что-то рассказывает он что и встретиться с кем-то еще и там услышит еще боги и так зародится в нем вера вера непростая если вера не евангельская она пустая она ничему не приведет она может привести только погибли а если будет вера евангельская в живое слово и когда ты будешь или каждый свой шаг свалять со священным писанием вот тогда у тебя будет что-то будет получается в жизни ты будешь уже правда не поступать по заповедям божьим и заповеди тебе будут не тишки они будут тебе исполнение будет в радость и посты у тебя будут только в радость а теперь пост а зачем пост у меня то болит другой были дня у меня мне нельзя мне врачи не сказали что нельзя постить это вредно все сами себя загоняем google а потом на этими не постели вот этими не постами мы еще усугублял свое же внутри себя болячками еще дополнительно и все человек приходит в человек богу приходит чаще всего от страданий то есть какие-то переживания кто-то умирает там какие-то события не происходит такие страшные вот его то есть колец побуждает его искать бога то есть создатели вот и у меня нравится такое есть стихотворение подержи дмитрия немножко за сферы то есть добра библия да и есть такой писатель никитин мы слышали вас а вещь он написал чудно такой системе называется но в новый завет измученный жизнью суровой не раз и себе находил в глаголах предвечного слова источник покоя сил как дышат святые звуки божественным чувством любви и сердца тревожного муки как скоро смиряет они здесь все чудно жатой картине представлено духом святым и мир существующий ныне и бог управляющий им и сущего в мире значения причина и цель и конец и вечного сына рождения и крест и терновый венец как сладко читать эти строки читая молиться в тиши и плакать и черпать уроки из них для ума и души такой сих пор не чудно тоже открою маленькое священное описание и читал и думал ничего себе как про меня написано дима я тут не могу ориентируйся твои видны и конечно мне не прочитать нам лишь написано с комментариями что это вот дима прочитай с 1 по 5 стих 39 псалом просто мне без очков на не прочитать тридцать девятый псалом с 1 по 5 стих запомнил с 1 по 5 начальника хора псалом давида твердо бывал я на господа и он преклонился ко мне и услышал гоп мой излег меня из страшного ба из тенистого болота и поставил на камни ноги мы не утвердил стопы моих и вложил в уста мои новую песнь хвалу богу нашему увидят многие и боятся и будет убывать на господа блажен человек который на господа возлагает надежду свою и не обращается к голоду и уклоняющимся и уклоняющимся к лузы видишь вот это к верующему человеку относится вот мы не уповали на господа мы своими силами делали своими знаниями своими как вы думали талантами и умениями это же я это я все могу и приписали все себе но когда человек господь его касается сердца и вот он твердо упал и на господа и господь преклонился ко мне то есть наш умник и вот он я и вытащил из тенистого болота то есть когда человек тонет в болоте у него почки под ногами нет его это болото засасывает засасывает греха засасать один другой третий их так много что и сам не понимаешь сколько их много и вот это все болото засасывал засасывал но господь взял тебя и вытащил из этого из тенистого болота из трясины это да и поставил на камни то есть на твердом основании христос христос это краеугольный камень краеугольный камень где сходятся две стороны помнишь мы это разбираем это еврейский народ и весь на остальной народе язычники как считать вот здесь основании христос под ним христос это основание все издание когда строишь сделать христос это церковь и вот это основание делать и вот если ты на этом основании на этом писании строить всю свою веру то у тебя и все из тебя понесется другое появился другой ты будешь этим же самым заниматься что и занимался как и апостол пётр помнишь ловил рыбу а теперь христа говорит иди за мной оставься теперь ты будешь ловцом человека то есть этим же будешь закидывать сеть евангельскую и будешь потихоньку подгребать ее и заводить в церковь людей вот и все ничего не изменилось и так же он нам дал это слово на основании мы делаем свою веру на это вере строим всю свою жизнь поступки слова многие услышат и убоятся и будут уповать на господа то есть многие тоже будут приходить к вере и приходить в покаянии блажен человек счастливый человек который на господь уповала который не уклоняться к лжи вот это все это верующим человеку хорошие стихи вот как-то все так вот брат да слава богу слава богу с димой поговорили немножко от него хотят и взяли хорошая полезная ну конечно от нас от нас наберешь сам из-за грехи остальное все от господа это милость его его не наша слава богу за все алилуйя алилуйя алилуйя